привет друзья меня зовут лошкарев андрей это проект все по уму настройки и сегодня вам расскажу и покажу как сделать отмостку у дома несмотря на то что отмостка это очень простое строительное мероприятие и и мало кто делает правильно отмотку которую мы сейчас будем делать мы будем делать не у нового дома а будем делать у старого дома разбирая старую отмостку первым делом мы удалили старую отмостку под ней был подготовленный грунт поэтому земляные работы нам делать не нужно мы просто прокопали траншею под будущую дренажную трубу и все если у вас нет подготовленного грунта я вам сейчас расскажу как это сделать подготовка хорошего качественного грунтового основания делается очень просто первым делом вы снимаете растительный мягкий слой если он у вас и полметра то снимайте все полметра если он у вас метр снимаете весь метр минимум нужно снять 40 сантиметров после того как вы сняли растительные мягкий слой грунта и дошли до твердых грунтов это Может быть либо глина, либо известняк Что-то очень твердое, что уже очень тяжело копается Вам нужно постелить геотекстиль Это ваш первый слой Он продается во всех магазинах Очень нужная вещь После того, как вы расстелили геотекстиль Вам нужно взять гранитный щебень Фракции 5х20, либо 20х40 И насыпать его слоем минимум 5 см Максимум 10 см Щебенку нужно разровнять ровным слоем Затем взять либо вот такую трамбовку Либо вот такую трамбовку И тщательным образом слой щебня нужно уплотнить, утрамбовать После того, как вы слой щебня выровняли И основательно его утрамбовали Накрываем его геотекстилем Далее, вам нужно взять песок Но не обычный Нужно взять хороший, рассыпчатый, без глины песок И насыпать его на геотекстиль Слоем 20 см Слой песка тщательным образом трамбуем Сделать это можно легко и просто С помощью вибротрамбовки А можно сделать сложно, трудно и тяжело и долго С помощью ручной трамбовки Далее берем шланг с водой и обильно поливаем песок А потом опять трамбуем Потом снова поливаем И снова трамбуем Продолжаем это делать до тех пор, пока у вас не получится ровное, плоское, песочное основание Кстати, в процессе выравнивания песка Всегда образуются какие-то неровности Чтобы их убрать и выровнять поверхность Используйте обычные грабли Следующим шагом В плотном, утрамбованном песке Начинаем выкапывать места Под дождеприемники Закапываем именно на той глубине Которая прописана в их инструкции На небольшом расстоянии от Водосточной системы Потом обычными лопатами Опять же в утрамбованном песке Прокапываем траншеи под трубы, по которым будет дождевая вода Уходить в дренаж Траншеи, естественно, мы копаем не просто так Трубы, которые будут там лежать, должны лежать под небольшим углом Чтобы этот угол задать траншеи Мы используем оптический уровень Вы можете использовать какой-то другой уровень Но самый быстрый и простой способ Это оптический уровень Дождеприемники мы слегка бетонируем Трубы просто втыкаются И укладываются в траншею Кстати, дождеприемник устанавливается не по уровню Он устанавливается именно под тем уклоном Под которым будет отмостка Потому что он должен лежать ровно в поверхности отмостки А не торчать из нее Следующий элемент нашей отмостки Которую мы будем устанавливать Это вот такой пластиковый водосток Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы вода с отмостки попадала в него И уходила в дренаж Если использовать мы эти штуки не будем То земля вокруг нашей отмостки будет излишне намокать Там будут лужи И будет очень грязно Пластиковые водостоки и пластиковые дождеприемники Очень легкие Для того, чтобы они хорошо и основательно у нас в грунте держались Мы используем бетонный раствор Он придает им вес Хорошо их фиксируют в грунте Естественно, пластиковые водостоки Так же, как и трубы Мы устанавливаем по уровню Для этого мы используем нитку Которую натянули с тем уклоном Который нам необходим После того, как все наши трубы соединены и уложены Все дождеприемники стоят на своих местах Мы засыпаем песком все те неровности Которые были вызваны прокладкой этих коммуникаций Потом этот весь слой песка выравнивается И повторно трамбуется Вся наша песчаная поверхность Опять должна быть выровнена и затрамбована Трамбовать нужно крайне осторожно А те места, где у вас пластиковые водостоки Пластиковые дождеприемники И торчат трубы из земли Вы проходите ручной трамбовкой Ни в коем случае не виброплитой А там, где есть у вас ровные поверхности Ничего не торчит и ничего не мешает Чтобы вам их быстрее утрамбовать Используйте виброплиту Далее устанавливаем опалубку Опалубку делаем из обычной обрезной доски Размером 50 на 150 Устанавливаем строго по уровню Потому что это от ровности доски будет зависеть Ровность вашей отмостки Выставляем строго по уровню Через каждые полтора метра Фиксируем брусочком Небольшим брусочком Где-то сантиметров 50 Их достаточно для того, чтобы ее плотно зафиксировать И прочно зафиксировать в земле Итак, мы установили ровную опалубку Сделали ровное, плотное, песчаное основание Что дальше? Дальше мы укладываем пенополистирол Толщиной 50 миллиметров Использование пенополистирола в отмостке обязательно Это нужно для того, чтобы земля под отмосткой Не промерзала и не превращала нашу отмостку Вот в такую Пенополистирол на песочном основании Должен лежать очень плотно Никаких пустот под ним не должно быть Если вы ходите по пенополистиролу И он играет Такой лист нужно поднять Подсыпать под него песок Выровнять основание И обратно его положить Прилегание должно быть 100% Никаких пустот Чтобы наша замечательная ровная отмостка Со временем не отошла от дома Ее нужно просто к дому прикрепить Во-первых, нужно просверлить отверстия в фундаменте На расстоянии 75 сантиметров Друг от друга Нарезать куски арматуры И забить эту арматуру в те отверстия Которые мы просверлили в фундаменте Таким простым способом Мы привязались к фундаменту дома И наша отмостка никуда не денется Далее мы вяжем обычный арматурный каркас С ячейкой размером 25 сантиметров Вот почему мы сверлили отверстия в фундаменте Через 75 сантиметров Перед заливкой бетона В опалубку мы устанавливаем Вот такие деревянные прокладки Они делаются из доски Из дюймовки Они используются для того, чтобы компенсировать температурные расширения бетона В принципе, если эти прокладки не ставят, бетон и трескается Значит, они ставятся на расстоянии 2 метров Это стандарт Если поставить дальше, работать это не будет Значит, они используются еще и для того, чтобы Когда мы будем выравнивать поверхность нашей отмостки То мастер просто возьмет провило Алюминиевое провило И по этим дощечкам спокойно выровняет отмостку Сделает ее идеально ровной Ну вот и все Работа сделана Ее нужно посмотреть и принять Так, деревяшки стоят Бетон еще свежий Ходить не будем Строители хотят денег за работу Так, все хорошо Так А это что за херня? Я вчера говорил про рабу собаку на цепь посадить Давай, зови его сюда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok